Здорово живете казаки! Здравствуйте подписчики и читатели! Сегодня хотел бы поговорить про вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном и высказать свое мнение по некоторым моментам этого конфликта, то что касается нас. Я долго сторонился этой темы, на видео ничего не записывал. Почему? Потому что экспертов миллион, миллион. Политологи, социологи, журналисты, представители национальных диаспор, вояки, воевавшие, не воевавшие. Экспертов просто миллион. Единственное, под видео казака Николая Тарамова, который высказался, что это чужая война, и я поддерживаю его мнение, я оставил свои комментарии и выставил это как статью в нашем новостном портале Юрт. Все, я посчитал, что этого достаточно, видео не надо снимать. Но все равно люди обращались, выскажись, выскажись. Я сторонился до вчерашнего вечера. Все-таки решил высказаться, и что же меня побудило? Меня побудила одна новость, которая прилетела из Волгограда. Расскажу суть, если кто не в курсе. Есть школьный чат для родителей. Школьники учатся, родители между собой общаются, обсуждают мероприятия, какие-то дела, общие события. И родители заспорили. Слово за слово кулаком по столу. Забили стрелку, решили встретиться. Встретились. С одной стороны приходит русский папа. Нормальный мужчина, один пришел, да? А с другой стороны пришел армянский папа. И он пришел, как в той присказке. Ты один приходи, да? Мы тоже одни придем. И вот он тоже пришел. Со своими родственниками. А у родственников кастеты. И они долго не разговаривали. Они русского папу отмудохали сразу. И он слег. С переломом основания черепа. Его сразу в больницу отправили, там под ИВЛ положили. Живой, неживой, в каком состоянии, я не знаю. Но те, кто его уложил, они спокойно удалились под видео. Они не скрывались. И вот я задался себе вопросом. Крепкие армянские мужчины с кастетами ходят по Волгограду. Чего они тут ходят? Почему они не едут защищать Святой Арцах? Почему не едут защищать свою родину? Землю своих предков, могилы дедов и прадедов? Почему? Потому что здесь сытно, спокойно, здесь лучше. А Армения где-то далеко. Для этих людей родина там, где жопа в тепле. Вот и все. И в то же время мы все чаще слышим выкрики. Россия, защити Армению! Там же православные братья, там христианские братья, христианские святыни. Нам надо защитить! Россия! Эй! 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 А что такое? Что такое? Ведь не так давно в Армении митинги собирали, плакаты разворачивали, что Россия это оккупант. Окупант! Или вспомним этот случай, сравним Волгоградский со случаем, когда отставного спецназовца зарезали. Он в драку влез, пытался защитить людей, разнять, да? А ему просто раз, ножом пырнули и он помер. А его убийца свалил в Армению. И Армения отказалась его выдать. Почему? Потому что там какой-то русский Ванька помер, да и что? Ну их там много. А это же свой. Свой гражданин. И Армения его не выдала. А теперь Россия братушка, да? Братушки, помогите! Да дело-то не только в Армении. Все очень просто. Есть два независимых государства. Я повторяю, независимых. Армения и Азербайджан это независимые государства. Это два независимых народа. И у каждого народа своя правда. Своё понимание этого конфликта. И каждый будет стоять на своём. Но помимо того, что там идёт вооружённый конфликт, в России оба эти народа имеют очень сильные диаспоры. И азербайджанцы, и армяне. Это же понятно, да? И каждая диаспора имеет свой особый интерес. Азербайджанцы заинтересованы в том, чтобы Россия не встревала в этот конфликт. А армяне наоборот заинтересованы в том, чтобы Россия влезла в этот конфликт. Желательно, желательно обеими руками и ногами, чтобы русский Ванька прямо аж там воевал. И снова защитил Армению там от мусульман. Вот и всё. У них свой интерес. Но есть ли там интерес России? Есть ли там интерес вообще нашей? Тем более уж казачьей. Не, нет. Карабах это не российская земля. Не русская земля. И уж тем более не казачья. Там нашего нет ничего и быть не может. И эти народы между собой разберутся самостоятельно. Я так думаю. А любой, кто призывает, эй, ребята, давайте-ка сейчас соберёмся, да поедем защищать Армению. Это либо проплаченный провокатор, либо глупый человек, у которого нет своих мозгов. Который повторяет чужие речевки, но сам туда воевать не поедет. Так я считаю. Ваше мнение, конечно, от моего может отличаться. Поэтому я говорил и говорю. Нашего интереса там нет. А вот это братство народов, это миф. Это просто миф. Иллюзия. Российская империя пыталась в своё время продвинуть эту идею. Братство народов. СССР потом тоже пыталась продвинуть идею. Братство народов. Братские республики. Братский Азербайджан. Братская Армения. Братская Средняя Азия. Прибалтика. Ну и что? У них там своя страна. Свои страны. Независимость. Своя политика. Всё своё. Почему мы должны влезать? Почему Россия должна тратить на это силы и ресурсы? Почему граждане России должны принимать участие в этом конфликте? Почему их кто-то пытается развести? Как лохов. В очередной раз пойти и стать мясом на чужой войне. Где нет никакого нашего интереса. Я против этого. Это моё личное мнение. Я так высказываюсь. Ну а теперь немножко юмора. В конце. Что вот в этом конфликте меня интересует особо? Это армянское и азербайджанское казачество. Есть два таких явления, как азербайджанское и армянское казачество. Вот представьте себе. Существуют. Понаплодили в 90-х. Ну и мы понимаем, что этнического компонента там практически нет. Может быть где-то есть. Ну просто искра. И всё. Азербайджан, Армения. Для нас они на 99% вот эти казачества это ряженые. Хотя допускаю, что есть конечно там этнические казаки. Конечно. Это может быть. И вот на фоне того, что происходит, помимо реальной войны, помимо бомб, снарядов, идёт же информационная борьба. Информационная война. И Армения её проигрывает. Вот я хотя бы сужу по тому факту, как Азербайджан активно пиарит своё азербайджанское казачество. Показывают, что они воюют, готовы воевать за свою страну, за свой интерес. Это их право. Их право. И мы видим, что азербайджанское казачество, то это, пятое, десятое. Выходят статьи, там какие-то ещё что-то, видео маленькие. Мы это видим. А где же армянское казачество, которое не так давно везде пиарилось. Там кричали, что их прям тысяча, тысяча. Где оно? Его не видно и не слышно. Есть там какое-то красное казачество, там, советское, там, под красными знамёнами. У них там свой округ какой-то. Не видно, не слышно. Есть там, кто не в курсе, кто не в курсе. Там есть даже отдельный округ Всевеликого войска Донского, казачий. И его возглавляет казачий генерал, атаман Аракелян. Вот так. И подчиняется он Николаю Казицыну, атаману КНГ, казачьей национальной гвардии. Вот представьте себе. Казачий генерал Аракелян. Ну и где он? А? И почему КНГ ему там не помогает своими войсками-то? Где там Николай Казицын, генералиссимус, там, со своими тысячами полками, бригадами? Что-то не видно, не слышно. Или другой пример. Опять же армянское казачество. Если не ошибаюсь, там как-то оно зазывается «Казачье братство нить». В прошлом году целая делегация приезжала в Армавир. Во главе с казачьим генералом, атаманом Задаяном. Карапетом Задаяном. Вот так. Там атаман Еревана, ещё атаманы, все генералы, полковники в Армавир приехали. Их там лично встречал атаман Лобинского отдела реестровый. Ну, кубанского реестра. Атаман Лобинского отдела. Везде встречал братство, там, экскурсии, там, стол, то да сё. Братушечки, братушечки приехали. Ау, я что-то не вижу, чтобы реестр кубанский ехал на помощь братушкам. А? Да и этих братушек-то тоже не слышно и не видно. В прошлом году в Армавире Задаян говорил, что у него пять тысяч казаков. Пять тысяч! Ну и шо, где эти пять тысяч? Шо, они в Арцахе воюют, а? Не? Не видно и не слышно. То есть, поймите, вот я к чему это клоню. Что фейк, бутафория, когда начинается что-то реальное, он быстро рассеивается. Рассеивается. То есть, я допускаю, в Азербайджане есть какие-то небольшие общины казаков, вокруг которых там крутятся там около показаченные, да? По примеру, России. И они действительно, может быть, в чём-то участвуют. Я это допускаю. Но армянское казачество оказалось полным фейком. Его не видно и не слышно. Вот эти все вот эти округа, отделы, братства, они просто рассыпались. Как только пришла пора реально повоевать за свою землю. Реально встать за своё. Их не видно и не слышно. Вот такие дела. Фейк оказался фейком. Ну и завершая, я ещё раз подведу итог. Это чужая война. Нашего там нет ничего. Есть два государства. В этих государствах есть два основных народа. Они между собой решают свой конфликт. Нашего там нет ничего. И кто будет призывать ехать туда доброволить, тот либо проплаченный провокатор, либо дурак. Это моё личное мнение. Конечно, мне скажут, ну как же, казаки доброволили и в других странах. И вот на Донецк, на Луганск ездили. И ты ездил. Да, ездил. История не имеет сослагательного наклонения. Но если бы вернуть всё на шесть лет назад, я бы снова поехал в Донецк и Луганск. С этими знаниями, которые есть сейчас. Я бы поступал иначе. Я был бы на той же самой стороне. Но поступал бы иначе. Действовал иначе. И не доверял людям, которым не стоило доверять. И, может быть, что-то бы изменилось. Кто знает. В общем, такие дела. Одно дело Донецк и Луганск. Там много нашего. Там есть казачьи потомки. Есть казачьи станицы. И я не отделяю себя от того народа. Несмотря на то, что там сложилось всё совсем не так, как нам хотелось. Совсем не так. Но если бы вернуть всё обратно, я бы повторил. Другое дело Армения. Другое дело Азербайджан, Карабах. Конфликт между ними. Там моего нет ничего. Там нет ничего казачьего. И там нет ничего русского или российского. Таково моё мнение. Ну, а ваше мнение, конечно, от моего может отличаться. Бывайте. Всем добра.